Дорогие друзья, мы сейчас находимся рядом с представленными экспонатами. Это первый трактор ФИАТ. Самый первый. Рядом находится военная техника, военный автомобиль. Также самый-самый первый, который построил завод ФИАТ. Жигули Копейка. А что значит Копейка? Репит. Жигули Копейка. Жигули Копейка. Я люблю Жигули Копейка. Я люблю Жигули Копейка. Ой-ой-ой. Субтитры подогнал «Симон»! Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным. Так говорил Гетте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палаццо и, конечно, богатая история. Приготовьтесь! Наше приключение по северу Италии начинается! Субтитры подогнал «Симон»! Бесспорно достойны особого внимания, однако те, кто знает историю Турина, наверняка помнят, как тесно она связана с производством автомобилей Фиат. Посещение исторического центра Фиат в Турине – это незабываемый опыт для всех ценителей итальянской промышленности и знатоков истории автомобилестроения. Самое приятное для путешествий – это когда интересные музеи и достопримечательности открыты для всех, и музей Фиата – не исключение. Небольшой, только на вид, музей, расположенный в помещении бывшей штаб-квартиры Фиат, привлекает не только спектром представленных экспонатов, но и их количеством. Сегодня исторический центр включает коллекцию автомобилей, наград и афиш, которые иллюстрируют историю развития компании. Бонжорно, амичи! Добрый день, дорогие друзья! Я сижу в одном из самых первых автомобилей Фиат. 1910 года выпуском. Фиат типа 4. Расход топлива – 26 литров на 100 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим с вами про автомобили серии Фиат. С чего все начиналось? Чем же закончилась хромологическая история? Приготовьтесь, мы начинаем! Исторический центр Фиат был открыт в Турине в середине XX века в здании, построенном в стиле Либерти. Первоначальное строение было продолжением цеха на проспекте Данте, где и началась история марки. С самого начала центр был ареной важных событий в жизни компании Фиат. Итак, 4 мая 1966 года в центральном зале Виторио Валетто, одна из ключевых фигур в истории марки, основанной сенатором Джанни Аньелли, подписал соглашение с СССР, которое привело к строительству завода в России в городе Тольятти. Во время посещения экспозиции можно рассмотреть суда, велосипеды, холодильники и посудомоечные машины с эмблемой Фиат. Здесь прослеживается история развития производства, усовершенствования технологий и методов работы. Музей Фиата был открыт в 1963 году. И более подробно меня познакомили со всеми экспонатами, которые представлены здесь, представители музея Массимо. Массимо, бонжорно! Чао! Добрый день, меня зовут Массимо. Окей, а что я сейчас вижу? Что я сейчас вижу? Я так понимаю, что это первый автомобиль, который был построен заводом Фиат. Здесь вы видите первый автомобиль, выпущенный заводом Фиат в 1899 году. Как вы можете видеть, Фиат изготовил двигатель и инновационную подвеску. Обратите внимание, это первый двигатель, выпущенный концерном Фиат. Далее, с течением времени данный двигатель и весь этот автомобиль уже подвергались модернизациям. Это самая первая модель автомобиля Фиат. Самая первая. В общем, как я понял, это самая первая модель завода Фиат. У него превосходная ходовая часть, именно подвеска и, конечно же, мотор. Мотор, двигатель. Это был автомобиль самый, помню, первый из первых. В 1899 году его выпустили. Завод Фиат на заре своей истории изготавливал только двигатели для легковых автомобилей. А в дальнейшем и других видов транспортных средств. В то время как производством кузова и других комплектующих занимались компании-партнеры. Окей, я хотел бы сделать спото внутри машины. Это возможно? Хорошо, только будьте осторожней. О, не беспокойтесь. Всегда люблю, когда мне разрешают делать то, чего нельзя делать обычным посетителям и гостям музея. Воспользуйтесь моментом, пока Мася вам не разрешил. Обратите внимание, какой руль. В то время итальянцы были не такие высокие, как я. Руль похож, кстати, на руль в самолете. В этом же здании расположен архив компании, который можно посетить по предварительной заявке. Документы, чертежи и журналы на тему автомобилестроения и истории промышленности. Более 6 миллионов изображений. Пресса, пленка и негативы. 200 часов исторических кадров. Сейчас мы отправимся в небольшое путешествие в прошлое и познакомимся с историей завода «ФИАТ». Мы с вами погружаемся во времена Первой мировой войны. Здесь можем увидеть первый трактор «ФИАТ», выпущенный в 1919 году. И первый грузовой автомобиль, созданный для военных целей во времена Первой мировой. Далее вашему вниманию предлагается экспозиция, посвященная открытию в 1908 году второго производства фабрики «ФИАТ». Оно специализировалось на выпуске авиационных двигателей. Вы можете наглядно убедиться, как завод «ФИАТ» в первые 15 лет своего существования открыл несколько различных видов производства. Выпускались автомобили, тракторы и двигатели для самолетов. Дорогие друзья, мы сейчас находимся рядом с представленными экспонатами. Это первый трактор «ФИАТ», самый первый. Рядом находится военная техника, военный автомобиль, также самый-самый первый, который построил завод «ФИАТ». В конце 19-го столетия Турин охватило бурное развитие промышленности. Компания «ФИАТ» была основана в 1899 году, сразу как производитель автомобилей. Первой продукцией стали модели «Рено», выпускавшиеся по лицензии. Итальянские компании «ФИАТ» и «Альфа Ромео» одними из первых собратьев по цеху начали заказывать дизайн автомобилей у профессиональных дизайнеров, желая придать своим железным коням неповторимое лицо. Дела у «ФИАТ» пошли в гору, что позволило не только активно осваивать рынки старого и нового света, но и заставило открывать производственные площадки. Так, уже в 1909 году «ФИАТ» открыли сборочное производство с Соединенными Штатами Америки. В 1920-е и 40-е годы заводы «ФИАТ» имели обширную номенклатуру производств, начиная от тракторов и заканчивая военной авиацией. Истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты и другие. В частности, на заводе «ФИАТ» в Линготто, который был открыт в 1923 году, производили автомобили самого высокого класса для всех категорий граждан. Массивное здание длиной в полкилометра из бетона, пятью этажами высотой, на крыше которого был построен трек для испытаний собранных машин. Ни один автомобиль «ФИАТ» не сходил с конвейера прежде, чем его испытывали на гоночном треке завода в Линготто. В музее представлено несколько интересных экземпляров, которые были произведены как раз на этом заводе. И не только. Тут можно встретить пару моделей, известных и в России. Мне нравится эта машина. О, это знаменитая модель. А она в рабочем состоянии. Да, и это ее первая версия. Идемте. Посмотрите, как выполнен кузов. Здесь и вот здесь. Это было большой редкостью. Такой внешний вид автомобиля, а именно кузова. Только посмотрите на эту малышку. А это из России. Знаете? Да, конечно. Это первые «Жигули». «Жигули» «Копейка». «Жигули-копейка». А что значит «копейка»? «Жигули-копейка». «Я люблю «Жигули-копейка».» В ходе Второй мировой войны заводы Fiat были сильно разрушены, а после войны национализированы. Однако в сжатые сроки производство легковых автомобилей удалось возродить, причем сразу началось внедрение новых моделей. Со временем производство и модельный ряд стали весьма обширными и завоевали любовь и популярность у покупателей. Итак, дорогие друзья, мы с Массимой находимся внутри автомобиля. Сейчас я вам более подробно расскажу, что же это за машина. С одной стороны, похоже на Жигули Копелька в нашем жаргоне, именно так оно произносится, либо же это Fiat 124. Я попрошу оператора максимально подойти близко ко мне, я покажу вам салон, обратим внимание на торпеду. Итак, какие отличия Жигули от Копельки? Ну, во-первых, в Fiat 124 омывание стекла происходит за счет вот такой гидравлической кнопки с подачей, где нажимаешь на нее, с помощью подачи воздуха получается омывание стекла. Значит, в Жигули, в нашем варианте, идет электрическая система подачи воды с помощью вот такого вот рычага. По-моему, он находится у нас справа. Здесь вы видите все слева. С помощью вот такой подачи у нас происходит омывание лобового стекла. Это очень важное отличие Fiat от Жигули. Далее мы смотрим на приборную панель. Как видите, написано по-русски «вода». Напомню, что это сделано Жигули на базе Fiat. То есть, вся конструкция, основа Fiat 124. И далее наши российские инженеры, конструкторы в Тольятти доработали Fiat 124 и превратили его в Жигули Копейка. Вот такие вот значительные различия между автомобилями. Ну и посмотрев на панель, она выполнена все-таки в стилистике завода-концерна Fiat. Благодаря некоторым инсталляциям в этом музее начинаешь ощущать себя не свидетелем, а скорее участником каких-либо событий. Воображение рисует разные картинки. То ты на пикнике с семьей, то гонишь по главной улице Америки, то взмываешь ввысь вместе со стремительными самолетами производства легендарной марки. Хорошо, Максим, а сейчас я вижу старейший автомобиль. Этот автомобиль стал для многих семей первым, и его можно было встретить на всех улицах и дорогах Италии. Это самая первая модель автомобиля массового производства 1912 года выпуска. Она стала прототипом двух последующих, более известных моделей Fiat. Здесь вы видите автомобиль Fiat Lingotto, произведенный в 1932 году и выпущенный спустя 4 года в 1936 году Fiat Topolino. Все эти три модели были самыми первыми автомобилями, рассчитанными на массовое потребление. Первый, второй и третий. Бабушка, мама и сын. 1912 год красный Fiat. Здесь получается у нас 1932 год и 1936 года выпуска. По моему восприятию, мне кажется, что вот эта машина вторая, а дальше это третья. Хотя нет, первая, вторая, третья. И сейчас я вижу перед собой самую кроху, одну из самых маленьких машин, которые представлены здесь, в музее Fiat. Это вот. Пройдемте посмотрим. После окончания войны в 1956 году была выпущена одна из самых известных моделей концерна Fiat 500. Мы можем подойти к ней поближе. 1956 года. Это этот малыш. Я таких машин и помню из фильмов про Фантомаса, либо же с Пьером Ревишаром. Вот те знаменитые, легендарные фильмы. А, с жандармом Луидой Финессом. Вот на таких машинах по узким итальянским улочкам они гонялись за преступником. Попробую сесть в автомобиль. У меня рост is higher. Как вообще с таким вот ростом мне удастся поместиться в этом автомобиле? Грация. Пожалуйста, присаживайтесь. Слушайте, а я могу сказать, что для одного-двух людей, находящихся в этом Fiat, очень даже комфортно. Окей. Хорошо, закройте, пожалуйста, дверь. Вау! I like it! Мне очень нравится. Ты здесь за рулем, рядом у тебя, значит, второй пассажир, а сюда положил вещи и отправился куда-нибудь в Лиммине, на побережье моря. Очень круто. Мне нравится. Мне очень нравится. И прям такой минимализм, смотрите, ничего нету. Одна кнопка, спидометр, руль и переключатель скорости. Что еще надо? Ничего. В наличии музея серийные машины Fiat и прототипы. Экспозиция организована в хронологическом порядке. Музей расположен на двух этажах. На первом – колесная техника, автомобили и тракторы. И на втором – все остальное – промышленная техника, судостроение и самолеты. Сейчас уже трудно себе представить, что такой огромный концерн, как Fiat, когда-то начинал с производства обыкновенных тракторов. Это сектор, все, что связано с авиацией и Fiat, двигатели, конструкции и так далее, и то подобное. Предлагаю прогуляться. Итак, в этом зале у нас выставлены авиационные двигатели. Для самолетов? Верно, как для военных, так и для гражданских самолетов. Какие именно гражданские, а какие военные? Вот здесь военные, а там гражданские. Вообще здесь выставлены различные модели двигателей, а также их заготовки. Все самолеты собирались из составных частей, производимых на разных заводах, в частности, Ленготто. Fiat выпускал двигатели для небольших самолетов, в основном для истребителей и легких истребителей-бомбардировщиков. Какие именно самолеты? Модели самых известных самолетов находятся вон там. К примеру, вот тут. Да, вот тут. Взгляните, вы можете видеть маленькие модели самолетов, наиболее значимые там. Например, модель легендарного истребителя-бомбардировщика Аэр-Италия G-91. Это военный самолет? Да, совершенно верно. Сами двигатели тут не представлены, ввиду их очень большого веса, ну вы понимаете. Хорошо, да, я вас понимаю. Здесь вы можете увидеть и другие модели самолетов. Напоминаю, что Fiat производил только авиационный двигатель, а не корпус для воздушного судна. 1928 года. Обратите внимание. Дизайн машин и транспорта – это отдельное искусство, которое иногда поражает и восхищает не меньше, чем художественная галерея. Когда с итальянцами идет разговор об Италии, вы непременно услышите об автомобилестроении и, естественно, о концерне Fiat во главе с Джованни Аньелли. Говорят, что великий Джованни влиял даже на политические процессы в Италии. Настолько сильным было его слово. Здесь у нас представлен известный самолет G-91, состоявший на балансе вооруженных сил Альянса НАТО. Для его создания и производства наш концерн плотно сотрудничал с американскими авиастроителями. Самолет оказался очень удачным и практически 20 лет использовался в АВС НАТО. Большой успех и популярность данной модели принесли огромную финансовую прибыль концерну Fiat. А вон там вы можете увидеть авиасимулятор, изготовленный для образовательных учреждений, где начинающие пилоты могут попрактиковаться и отточить свои навыки управления воздушным судном. Это макет или оригинал? Это настоящий самолет. Это оригинальный самолет, который находится здесь, на втором этаже исторического музея Fiat. У вооруженных сил Италии была практика продажи устаревших моделей самолетов. Наш музей таким образом и приобрел данный экспонат для своей коллекции. Сколько ему лет? Можете сказать? Минутку, давайте проверим. 1954-й. Кстати, выглядит не так уж и старо, на самом деле. Все в рабочем состоянии, мне кажется. Когда-то благодаря модели S61 компания Fiat всерьез заявила о себе, победив на Гран-при Франции в 1911 году. Прошли годы и выпущенные миллионами автомобили Fiat представили итальянцев остальному миру и стали символом экономического чуда, воплощенного в индустриальном преобразовании страны. Как мы помнили из рассказа Массима и то, что я увидел, Fiat это не только красивые автомобили, которые выпускались начиная с конца 19 века. Это еще и двигатели, которые были созданы для кораблей, для самолетов, конечно же, первые велосипеды. В общем, два этажа музея насчитывает более 80 экспонатов. Лично я советую посетить это место в Турине. Друзья, мы отправляемся далее, у нас время обеда. Пожелайте мне бон аппетита, а я в первую очередь поблагодарю Массима за увлекательную, интересную экскурсию. Спасибо большое вам, спасибо за интересную беседу. Автомобиль уже давно перестал быть исключительно средством передвижения, тем более в Италии. Это для них часть жизни, как футбол или еда. В Италии все делают со страстью. Возможно, в этом и кроется залог успеха любого дела. Турин останется у меня в памяти навсегда. Уверен, уважаемые телезрители, вас также. А я отправляюсь в следующий итальянский город, север Пимонта, город Астин. Мне предстоит проехать 55 километров. Ну что, встретимся уже там. Я поехал. Бонжорно. Бонжорно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok